Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я расскажу о всех нюансах приготовления абрикосового повидла. Итак, начинаем! Итак, для приготовления повидла нам подходят абсолютно любые фрукты, уже и перезревшие, где-то стукнутые, может быть в какой-то части подгнившие. Это все мы обрежем. Оставим только хорошие части, из которых и будем варить повидло. Итак, абрикос помыть, сейчас я буду доставать косточку, обрезать все лишнее и затем уже готовить повидло. Итак, абрикосы я подготовила и теперь засыпаю их сахаром. Количество сахара, конечно же, будет зависеть от того, насколько сладкие у вас абрикосы. У меня они не слишком сладкие, поэтому примерно на три части абрикосы я беру две части сахара. И на ночь я оставляю вот в таком виде. За ночь они пустят сок и мы будем продолжать варить повидло. Если же вы готовите это днем или утром, начинаете готовить повидло, то периодически помешивайте и через часа три вы уже сможете варить повидло. Ну а я отставляю их на всю ночь. Прошла ночь и абрикосы пустили сок. Теперь я включаю огонь и на среднем огне начинаю все это доводить до кипения. Когда сахар растворился, огонь можем увеличить и доводим массу до кипения. Все начинает закипать и образовывается много пены и здесь конечно есть вариант эту пену собирать, а можно добавить небольшой кусочек сливочного масла. Он никак не повлияет на вкус, но сейчас в течение нескольких минут пены на глазах будет становиться все меньше и меньше. Посмотрите прошло буквально пару минут и вся пена пропала и теперь я буду уваривать повидло. Смотрите, если вы хотите сварить джем, то в общем-то вам это все измельчать не надо. Кое-какие фрукты у вас разойдутся в пюре, останутся какие-то кусочки, это у вас получится джем. Если же вы хотите повидло, то это все надо сейчас измельчить блендером, чтобы превратить в однородную массу. Я варю повидло, поэтому я сейчас все измельчу блендером. Итак, опускаю блендер и измельчаю. Будьте осторожны, блендер не поднимайте во время измельчения, так как брызги вас могут ошпарить. Я все хорошо измельчила и теперь буду уваривать повидло. Еще такой момент, некоторые перед варкой повидло или варенье снимают кожицу из фруктов, но я не рекомендую вам этого делать, так как именно в кожуре самое большее содержание пектина, вещества, которые способствуют загустению нашего повидла. Кроме того, пектин очень полезен. И теперь можно уваривать в течение примерно около часа, чтобы жидкость лишняя испарилась и повидло загустело. А можно проварить минут двадцать и затем добавить желфикс или конфитюр. Он также содержит дополнительно пектин и проварить уже с пектином еще минуты 3-5 и закручивать по банкам. С ним, конечно, повидло быстрее загустеет, но если же у вас его нету, то просто дольше уваривайте до необходимой вам пустоты. Необходимо постоянно помешивать, чтобы повидло не подгорело. И так, я проварила повидло 20 минут и всыпаю теперь желфикс. Смотрите на упаковке, на какое количество продукта он рассчитан. У меня на 2 килограмма повидло. И теперь провариваю 3 минуты вместе с ним и буду закручивать по стерилизованным банкам. Почему мне еще нравится работать желфиксом? Потому что, во-первых, конечно же, намного ускоряется процесс приготовления повидла, а во-вторых, повидло остается более ярким, более светлым, чем если бы мы его уваривали целый час, оно бы сильно потемнело. Так, во-первых, его и больше остается и цвет его гораздо красивее. Ну и, конечно, процесс в три раза быстрее тогда происходит. И так, увариваю еще 3 минуты и буду закручивать. И так, повидло готово, проварилось оно 3 минуты после добавления желфикса и можно закручивать в стерилизованные банки его. Из данного количества у меня получилось две пол-литровые баночки и одна 750 граммовая и вот столько повидла осталось в пиалке. Оно уже остыло и я покажу насколько оно густое. Абрикосовое повидло одно из самых ароматных и прекрасно подходит для любой выпечки. Попробуйте приготовить его и вы и приятного всем аппетита! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok